с вами николай пивненко проекте даты сегодня 22 сентября всемирный день без автомобиля объяснять думаю не нужно водителям предлагается хоть на время стать пешеходами всемирный день защиты слонов и всемирный день носорога все это отмечается 22 сентября а также о родившихся 1601 год в аль ядолиде в испании рождается она австрийская дочь испанского короля филиппа третьего эрц герцогини австрийская королева франции жена людовика 13 регенша при малолетнем сыне людовике 14 а в 1791 году родился майкл фарадей английский физик экспериментатор и химик член лондонского королевского общества и множество других научных организаций в том числе иностранный почетный член петербургской академии наук открыл электромагнитную индукцию которая лежала в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений ну и также придумал первую модель электродвигателя и первый трансформатор и первым именно этот ученый предсказал электромагнитные волны 1900 году рождается сергей ожигов советский лингвист лексикограф доктор филологических наук профессор автор выдержавшего множество изданий словаря русского языка один из составителей толкового словаря русского языка под редакцией ушакова в 1938 году рождается дин рит американский певецкин актер режиссер и общественный деятель пользовавшийся огромной популярностью в странах латинской америки и восточной европы был особым другом советского союза в 1986 дин рит ссорится супругой ренаты блюме и совершает неудачную попытку самоубийства режет себе руку после ссоры дин покидает свой дом а через несколько часов тело мертвого дина рида находят в озере после рассекречивания архивов восточно-германской службы безопасности версия самоубийстве получает еще одно подтверждение обнаружено прощальное письмо дина рида который он написал перед смертью правда есть версия что решение самоубийстве певец принимает исходя из изменяющихся политических обстановок 1958 год рождается андреа бочелли итальянский певец тенор исполнитель классической и популярной музыки он стал одним из наиболее запоминающихся голосов современной оперы и поп-музыки одновременно с детства у него была диагностирована болезнь глаз его зрение стремительно падала постоянно приходилось делать операции во время периодов реабилитации мальчика спасал проигрыватель с пластинками итальянских опер которые он мог слушать часами в 12 лет во время игры в мяч будущий певец получил травму головы диагноз врачей прозвучал как приговор осложнение глаукомы которая сделала ребенка слепым но это не остановило его на пути к мечте о некоторых событиях дня 1762 год екатерина 2 коронуется на царство все происходит в успенском соборе в кремле немецкая принцесса софия фредерика августа выходит замуж за внука петра 1 карла ульриха впоследствии царя петра 3 и после 18 лет ненавистного супружества организовывает свержение и судя по всему убийство мужа она возведена на престол с помощью военных а ее восшествие объявлено в казанском соборе санкт-петербурга но коронация всех русских царей происходит всегда в москве пышная церемония балы театральные представления иллюминации фейерверки и народный праздник которые последовали за этим были гораздо роскошнее и пышнее по сравнению с прежними коронациями десятки тысяч москвичей вышли на улицу и выказывали свою радость новой императрицы стоило ей только появиться екатерина 2 правило целых 34 года 1780 год 1 описаны случаи линчевания в американском штате вирджиния капитан уильям линч и его родственники расправились с преступниками не прибегая к услугам суда убийство конокрадов и назвали судом линча 1862 год 16 президент сша авраам линкольн объявил о том что с 1 января 63 года все рабы отныне навсегда будут свободными декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах а также напечатана отдельными выпусками 30 декабря 62-го президентом подписана прокламация об освобождении и первый же день нового года ознаменовался вступлением декларации в законную силу 1943 год вслед за центральным фронтом днепру выходят и войска воронежского фронта уже на рассвете 22 сентября начинается переправа подразделений через днепр и захват плацдармов на его правом берегу всего концу сентября усилиями войск центрального воронежского степного юго-западного фронтов захвачены 23 плацдарма за успешное форсирование днепра около 2000 человек будут удостоены звания героя советского союза 1951 год в общественных местах по всей швеции официально запрещены поцелуи и в этом запрете скандинавская держава не одинока целоваться запрещено например и в известный на весь мир своими любовными мелодрамами индии и в общественном транспорте парижа лондона вены не говоря уже большинстве суровых арабских стран 1980 год делегаты 36 региональных отделений независимых польских профсоюзов собираются в гдыни и объединяется под именем солидарность председателем нового профсоюзного объединения избирается лех валенца к началу 81 солидарность будет насчитывать своих рядах 10 миллионов человек 1994 год на американском телевидении премьера комедийного телесериала друзья где появилась целая плеяда молодых талантливых актеров таких как дженнифер энистон кортни кокс лиза кудро и многие другие проект выдержал 10 сезонов сама постановка и творческая группа получили множество наград в том числе 6 премий эми но еще об одном событии более подробно в 1839 году на берегу москвы реки на месте снесенного древнего алексеевского монастыря торжественно заложен многострадальный храм христа спасителя по проекту константина тона по преданию оскорбленная такой бесцеремонностью настоятельница монастыря прокляла это место и предрекла что на нем ничто долго не простоит торжества начинаются литургии в успенском соборе затем последовало церемониальное шествие во главе которого шли участники войны 1812 года завершал император николай павлович государь самолично положил закладку две плитки про то поповского мрамора одну со своим именем другую с именем императрицы в честь этого события было выбито 34 золотых 100 серебряных и 100 бронзовых медалей с изображением фасада храма и надписью завещал александр первый начал исполнение николай 1 строительство завершено в 1860 после чего создавался интерьер и внутреннее убранство 26 мая 1883 первый храм был освящен здание храма разрушили 5 декабря 1931 в результате сталинской реконструкции москвы площадку планировалось отдать под строительство дворца советов огромного в итоге на этом месте оказался бассейн москва здание храма воссоздана с использованием других строительных материалов в девяносто четвертом девяносто девятом годах двадцатого века теперь пришло время молитвенного наполнения с вами был николай пивненко в проекте дата субтитры делал DimaTorzok